приветствую друзья я виталий портников следственный комитет российской федерации официально подтвердил гибель основателя так называемой частной военной компании вагнер евгения пригожина военного руководителя банды наемников дмитрия уткина и ближайших соратников пригожина во время недавней катастрофы самолета в тверской области неподалеку от резиденции президента россии владимира путина следственный комитет выступил с заявлением в котором говорится что в рамках расследования крушения самолета завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз по их результатам личности всех десяти погибших установлены они соответствуют списку заявленному в полетном листе как известно в этом списке указывались имена дмитрия уткина евгения пригожина и других руководителей так называемой те частной военной компании вагнер нет никакого сомнения что у многих не будет доверия к этому заявлению следственного комитета возглавляем ближайшим соратником владимира путина бастрыкин и многие будут считать что мы имеем дело с гигантской фальсификации направленной на исчезновение евгения пригожина из публичного поля но как бы то ни было сам факт того что следственный комитет российской федерации выступил с подобным заявлением означает политическую смерть евгения пригожина если не физическую даже если предположить любую конспирологическую теорию о том что никакого пригожина на борту его собственного самолета не было и что исчезновение основателя так называемой компании вагнер согласовано с президентом россии владимиром путиным то нужно понимать что пригожин больше уже никогда не появится в публичной плоскости может существовать некий иной персонаж с другой внешностью другим именем и фамилией и отсутствие какого-либо влияния на российскую политику и на происходящее например на африканском континенте а евгений пригожин можно благополучно запад тем не менее я склоняюсь к совершенно другой версии связанные с тем мы что евгений пригожин по собственному недомыслию стал для владимира путина настоящий сакральный жертва в начале он согласился с инсценизацией так называемого марша справедливости необходимого президенту российской федерации владимиру путину для того чтобы разместить боевиков вагнера поближе границам польши и литовской республики это может быть необходимо в случае если путин решит что он реально уже потерпел поражение в украине или приблизился к подобному поражению и таким образом для того чтобы избежать этого развития событий ему нужно будет новое повышение ставок на этот раз виде гибридной войны на территории стран членов нато вагнеровцы которые сосредоточены на территории белоруссии пока что никуда оттуда не выводятся могут быть вполне использованы владимиром путином и александром лукашенко для такой гибридной войны гибридной войны которая поставит страны члены нато перед непростым выбором либо отвечать на атаку по своей территории ударом по базам вагнеровцев на территории республики беларусь понимая что в этом случае может последовать ответ со стороны российской федерации чей президент уже предупредил что нападение на беларусь будет считаться им нападением на россию либо ограничиться суровыми заявлениями и ударами по тем боевикам которые будут находиться на территории самих стран членов нато хотя мы прекрасно понимаем что эти боевики могут после той или иной провокации просто вернуться на территорию республики беларусь и ожидать там новых приказов владимира путина и российского военного команды для этого вагнеровцы необходимы на территории беларусь для этого и было инсценизация истории с пригожин поскольку таким образом путин мог бы хотеть снять себя ну и разумеется с александра лукашенко непосредственную ответственность за возможное преступление вагнеровцам на польской или литовской земле вспомним как лукашенко рассказывал путину о том что боевики вагнера уже мечтают об экскурсии в жешу или варшав кстати говоря может быть какие-то агенты вагнера и совершили уже эту экскурсию нужно понять чем связано распространение болезни легионеров жеши но как это обычно бывает у любой профессиональной спецслужбы необходимо убрать свидетели которые участвовали в самой инсценизации перемещения вагнеровцев на территории беларуси чтобы никто и никогда не мог сказать что владимир путин сознательно организовывал эту провокацию для будущей гибридной войны крушение самолета пригожина является идеальной операцией и по уничтожению этих нежелательных свидетелей теперь о том что вся история была сыграна ради дальнейшей гибридной войны с цивилизованным миром знает весьма узкий круг людей которым владимир путин может доверять сам президент российской федерации руководители российского военного ведомства и специальных служб россии александр лукашенко возможно но лица которые могли бы шантажировать владимира путина тем что они имеют в своем распоряжении столь важную информацию уже никогда никому ничего не расскажет евгений пригожин и раньше переоценивавший свою роль в российской политике и никогда не добивавшийся реальных успехов когда он пытался сводить счеты с соратниками владимира путина начиная от петербургского губернатора беглого и заканчивая шойгу и герасиум на этот раз был избран российским президентом для того чтобы сыграть роль идеальной сакральной жертвы путинского режима ведь помимо того что путин на убрал свидетелей он еще и послал недвусмысленный сигнал российской политической элите каждый кто посмеет выступить с заявлениями которые не соответствуют воле главы государства будет ликвидирован в ближайшее время какими бы переговорными усилиями не отмечалась бы его политическая биография тот кто выступает против путина не может рассчитывать на благосклон с таким образом крушение самолета в тверской области и нынешнее подтверждение того что на борту самолета действительно были евгений пригожин и дмитрий уткин это сигнал страха для российской политической элиты это сигнал того что власть владимира путина находится в зените и любой кто усомнится в компетентности вождя может быть уничтожен буквально в тот же момент таким образом мы путин страхуется от возможных проблем на украинском фронте от возможного поражения от серьезных социальных экономических проблем российской федерации он понимает что элита которая собралась вокруг него находится в таком страхе что он может делать с этой элиты все что ему захочется путин все больше и больше напоминает другого обидателя кабинета в кремле на которого он всегда ориентировался своей политической карьеры иосифа сталин который держал элиту в таком страхе что даже его самые грубые военные поражения и просчеты приводили только к бурным и продолжительным аплодисментом спасибо друзья оставайтесь на этом канале подписывайтесь на мои социальные сети на канал в патреоне байме кофе который помогает вам развивать эти проекты пользуйтесь функцией спонсорства в самом youtube миром